Всем привет! Как разместить 5 человек в двухкомнатной квартире? Друзья, эта квартира от Red Rock. Смотрим, как я с ней справился. Жилой комплекс Red Rock. Прекрасный дом, современный дизайн, красивые мопы. На это и купились заказчики и приобрели вот эту квартиру. И если вам самим тяжело разобраться, хорошая она или плохая, то обращайтесь ко мне. У меня есть услуга «Консультация по планировке». Ссылочку на нее оставлю в описании. И этот случай не исключение. Судите сами. Ко мне обратились ребята. Это семья 5 человек, двое взрослых, трое детей. Живут они за городом, но им нужна квартира в городе для того, чтобы неделю жить здесь. Чтобы было удобно в школу и садик, отводить детей. Чтобы они сами вообще могли ходить. Из-за города возить это проблематично. Может быть кто-то из вас сталкивался с этой проблемой, живет за городом или наоборот не живет. В общем, напишите в комментариях, как у вас с этим обстоит дела. Тогда мы соберем какую-то статистику от вас, уважаемые зрители. Это важно и интересно. Так вот, куплена квартира для того, чтобы неделю рабочую жить в городе. А что за квартира? Есть две жилые комнаты, 17 метров, 15 метров. Есть две ванны, кстати большие. Вот это вот, например, 5 метров. Есть две ванные комнаты, большие. Одна даже с окном. И это всегда прекрасно. Я об этом во всех роликах говорю. Если есть такая возможность купить ванную с окном, если она есть в вашей квартире, то это замечательно. Есть вторая ванная, тоже достаточно просторная. Короче говоря, есть где разгуляться. Все, на этом плюсы закончились. У нас остается прихожая и общая кухня-гостиная, которая, знаете ли, всего лишь 15 квадратных метров. 15! Это катастрофа, друзья! Я говорю, что кухня-гостиная, если вы хотите жить комфортно, не может быть менее 30 квадратных метров. 30-35. Ну просто так наша эргономика устроена. Такие наши антропометрические данные. Что нам нужна кухня определенного размера, остров, до острова определенное расстояние, диван не вот узенький, а нормальный. Понимаете, расстояние до телевизора нужно предусмотреть. Короче говоря, 30 квадратных метров. А тут 15! Что с этим делать? Понимаете, в чем катастрофа-то заключается? Ну, хорошо, что у заказчиков часть одежды, большая часть одежды хранится за городом. И здесь не надо строить больших шкафов, не надо предусматривать, где там хранить байдарки, чемоданы и удочки. То есть вот такой проблемы нет. Но есть проблема, как разместить детей, взрослых и обеспечить общую комнату, кухня-гостиную, где они будут собираться все вместе, приглашать гостей, праздновать праздники, ну и так далее. Вот ведь дилемма какая! В общем, если хотите увидеть, как я эту проблему решил, смотрите дальше и увидите мой вариант планировки. Вот мой вариант. Сейчас расскажу, что я сделал. Во-первых, кухню-гостиную я объединил с прихожей. Сделал ее чуточку больше. 15 квадратных метров плюс 5, получается около 20 метров. Это кухня-гостиная плюс прихожая. Здесь при входе большой шкаф. Между шкафом и входом есть небольшой закуточек, чтобы туда поставить пуфик, а сверху возможно полочку, для того, чтобы шапки положить. Но может быть пару крючков, чтобы одежду повесить. Хотя я этого дико не люблю. Вот все эти быстрые гардеробы. Но тем не менее. Я оставил перегородочку, только чуть-чуть ее подрезал. Раньше она была вот как-то длиннее, сейчас она стала короче. Для того, чтобы хотя бы чуть-чуть номинально кухню прикрыть от зоны входа в квартиру. И ставлю остров вот так вот перпендикулярно стене, чтобы зону кухни огородить от прихожей. Вот этим самым островом. За островом есть мойка, есть варочная поверхность на две конфорки. Много не готовят, но все равно готовят. Поэтому минимальная должна быть. То есть человек стоит, готовит вот здесь. Поворачивается к холодильнику, что-то там берет, что-то в духовку отправляет, там жарится, парится. В общем все действия происходят вот здесь. Кто-то может стоять тоже за островом, с другой стороны, сбоку, ну например дети, и помогать готовить все вместе вокруг острова. Они стоят. Дальше располагается стол, который можно поставить как журнальный, поднимающийся, опускающийся. Вот знаете такой, был журнальный, стал обеденный. Ну есть такие конструкции. За ним стульчики стоят, которые можно ставить, убирать, таскать в комнаты. Ну и диванчик, конечно. По-другому здесь как-то поставить довольно-таки сложно, чтобы расположить вот эти все вещи. И кухню, и стол, и диван. Вот поэтому расположение именно такое. То есть хотя бы, чтобы более-менее с комфортным, здесь все могли собраться. Напишите кстати в комментариях, что вы думаете по этому поводу, как бы вы расположили мебель в таком ограниченном пространстве. Вот что с ним делать, я не понимаю. Кто это, для кого проектирует? Вот Red Rock, вы что творите-то, товарищи? Что вы тут напроектировали? Это же мало места. А если не ставить стол, гостям собираться негде. Дивана не будет, негде будет отдохнуть. Понимаете, дилемма какая. А меньше стол не поставить, здесь метр диаметр. Диван 2,20 на метр. Ну стандартный диван. В общем, напишите пожалуйста. Как-то научите меня что ли, как сделать это так, чтобы было нормально и удобно. А мы идем дальше. Ванная. Она же детская, она же гостевая. Здесь я расположил душевой поддон с лейкой душевой и в нем же поставил унитаз. Да, я знаю, многие сейчас скажут, что это такое, что за совмещение, как-то кунитаз в душевой кабине, он же будет мокнут, бе-бе-бе, бе-бе-бе-бе. Короче, пишите в комментариях свои вот эти вот бе-бе-бе. А я скажу, что это классный способ сэкономить пространство, когда его просто не хватает. Но зато, когда таким образом расставлено сантехническое оборудование, у нас остается место для того, чтобы просто развернуться в этой ванной, чтобы поставить огромную раковину и чтобы душевая кабина была большой и удобной. Ну и что, что унитаз в нем стоит? Он же не бумажный, правильно? Ничего страшного, что он водой намокнет. Ну, крышку поднимите, будет сухой ободочек, все нормально. А на полу вода высохнет за счет того, что есть большой уклон и теплый пол. Все сохнет будет моментально быстро. Короче говоря, вот такое расположение. Дальше идем в мастер-спальню. Попадаем в тамбур. В этом тамбуре находится хозблок со стиральной машиной. И именно здесь, потому что он не должен находиться в ванной. Далее в ванной, но это тоже душевая. А здесь душевая еще больше. И за счет того, что она большая, я предлагаю здесь поставить прямо деревья, кусты, растения, чтобы было ощущение, что мы вот так вот на природе в кустиках моемся. Конечно же, есть большая раковина, унитаз. Да, комната стала чуть меньше. Но зато здесь нету стиральной машины. Зато здесь классная огромная душевая кабина с растениями. Огромная раковина и унитаз. Что еще нужно для кайфового душа? По мне, да, все классно, все на месте. Отсюда входим в спальню. Ну, именно здесь спальню я располагаю, потому что отсюда есть выход на балкон. Но мало ли, покурить захочется от переживаний, что, например, кухня-гостиная такого маленького размера. Короче, здесь стоит кровать, которую я поставил изголовьем к окну. Это не очень хорошо, поэтому изголовье высокое и длинное, которое своими ушами обхватывает тумбочки. И получается такая невысокая стена, ну, вот, может быть, по грудь, вот такая вот, да, ну, такая ширма, которая прикрывает окно и кровать, точнее, кровать от окна. Вот, зато все стоит симметрично. Вот, правильная расстановка мебели. Здесь шкаф вдоль всей стены. Вот поэтому и кровать-то я ставлю к этому окну, чтобы напротив него поставить шкаф как можно больше. Я понимаю, что вещи хранятся там где-то на даче, но, извините, все равно какая-то повседневная одежда же должна быть у мужчины и у женщины, поэтому шкаф должен быть большим. Здесь в спальне есть кресло. Это такое место личного уединения, столик, где мама может посидеть, книжку почитать, там, кофеек, там, от всех уйти, потому что, ну, мало места объективно в кухне-гостиной. Но зато хоть в спальне будет. Есть где уединиться. Ну, и идем в детскую. Детскую я разделил на две половинки. В одной половинке у меня кроватка. Это для маленькой девочки, 4 годика, которая легла, допустим, спать, и вот здесь вот шторочкой закрылась, и все. Старший ребенок, подросток ей не мешает, который может сидеть делать уроки, сидеть на диване, книжку читать, в планшет играть. Вот, это все разделено вот таким вот шкафом. То есть такое вот зонирование пространства. Никаких двухъярусных кроватей, потому что тогда можно нарушать сон, и скорее всего так будет происходить, потому что жизненные ритмы у маленького ребенка и у подростка, они вообще разные. Поэтому здесь мы их делим вот так. Кстати, кто-то напишет, что это такое? Каждому ребенку по комнате давай. Давай каждому ребенку по комнате скажете вы. Да или нет? Напишите в комментариях. А я, и, кстати, вот вы же, кто напишет это в комментариях, предложите такой вариант. Одну комнату девочки, вторую комнату мальчику. Ну, типа, каждому по комнате. А родители ничего, пускай в кухне-гостиной переночуют. Я скажу, вы что, сумасшедшие? Так нельзя делать? Вообще нельзя? Категорически нельзя? Про это вам расскажут все психологи. У мамы и папы должна быть своя отдельная комната. И даже если детей двое, трое, семеро, пускай они все будут в одной комнате, понимаете? Блин, сейчас меня помидорами закидают, сто процентов скажут. Так не делается! Ребят, изучайте историю. У нас даже царственные особы в 19 веке, в начале 20 века не выделяли детям по комнате. Все жили в одной, понимаете? В одной. Я историю изучал, я знаю, поэтому я вам рассказываю, понимаете? Ну, а сейчас чем мы отличаемся? Тем более от царственных особы. А у них-то, извините, возможности поболее наших были. Да? Каждому по комнате выделить. Ну, в общем, мое мнение такое. Родителям точно комнату, детям и одна сойдет. Вот. А кухня-гостиная нужна для того, чтобы там, независимо ни от чего, собираться все вместе, с гостями, как угодно. Короче, это комната для общих встреч. Вот. Такая планировка у меня получилась, дорогие друзья. Обязательно поставьте лайк. Я старался. Напишите в комментариях, если у вас есть свой вариант, я обязательно это прочитаю. Мне правда очень интересно. Делайте удобными планировки. Если не получается, обращайтесь ко мне. Я вам сделаю классный вариант и проконсультирую вас. Ссылочку на услугу в описании оставлю. На этом все. Всем пока. Да пребудет с вами Муза. Лайк поставьте.